Глава девятнадцатая Из окна крайнего коттеджа Рой наблюдал, как Донна, Сэнди и двое мужчин вошли в двенадцатый домик. Автомобиль она припарковала перед девятым. Он догадался, что в девятом живет она сама, а в двенадцатом – мужчиной. Это упрощало задачу. Рано или поздно Донна и Сэнди должны будут отправиться в свой коттедж на ночь, и они наверняка пойдут туда в одиночку. Может, уже через несколько минут, может быть, через час, но пойдут. Как бы то ни было, он дождется темноты. Он оглянулся на две кровати, на привязанных к ним девочек с кляпами во ртах. Старшая хозяйская дочка все еще шмыгала носом. На вид ей было лет шестнадцать-семнадцать. Имени он ее не знал, но хороша чертовка. Она вся была мокрой и скользкой, и Рой подозревал, что ей даже понравилось. Он забавлялся с ней почти час после того, как те четверо куда-то вышли, скорее всего, на ужин. Тогда она не плакала, только сейчас. Не иначе застыдилась. Он недоумевал, почему ее до сих пор никто не ищет. Возможно, предки и сами решили не терять времени даром, пока ее нет. Рой приподнял краешек занавески и снова посмотрел на двенадцатый коттедж. Дверь по-прежнему оставалась закрытой. Он оглянулся на девочек. Сейчас его не тянуло ни ко дной. Но они приятно смотрелись в этой темной комнате. Обнаженная и беззащитная. Возможно, немного позже он найдет время, чтобы еще раз заняться одной из них. Какой именно? Черт, у него полно времени, чтобы об этом подумать. Уйма времени. Он встал. Старшая девчонка не сводила с него глаз, когда он шел к ней. Он склонился над кроватью. Обвел пальцем ее правый сосок, наблюдая, как тот покрывается мурашками и набухает. «Нравится», – прошептал он, улыбаясь ей. Затем он выдернул из-под ее головы подушку, отнес к стоящему возле окна стулу и приложил к спинке. Он сел и облокотился на нее. «О, так-то лучше». Он медленно отодвинул занавеску и продолжил наблюдать. Глава двадцатая. Один. Оставив всех в своем номере, Джат обошел окружающую милость и просим территорию, но не увидел ни Роллс-Ройса, ни каких-либо следов человека, похожего на бывшего мужа Донны. Он вернулся к своему коттеджу и жестом попросил Донну выйти. «Теперь», – сказал он, – «мы пойдем в твой номер и будем поджидать его там». «А Сэнди?» «И она тоже». «Это обязательно? Просто я…» «Мне не хочется, чтобы она его видела, если это возможно». «В этом вся и проблема. Вроде нигде поблизости его не видать. Но на самом деле он вполне может быть где-то рядом. Я ведь мог и пропустить его. А если он наблюдает сейчас за нами, то увидит, что Сэнди осталась в девятнадцатом номере. И тогда он сможет попытаться схватить ее». «Ладно, а представь себе другой вариант. Допустим, она идет с нами», – сказала Донна. «А затем появляется Рой и каким-то образом одолевает тебя. И тогда Сэнди окажется в его руках. А если мы оставим ее с Ларри, и это произойдет, то есть какой-то шанс, что с ней все будет в порядке». «Как хочешь». «Как ты думаешь, он может как-то узнать, что мы оставили ее в девятнадцатом номере». «Может», – признался Джад. «Но маловероятно, да?» «Ну, в общем-то да». «Хорошо. Давай оставим ее с Ларри». «О, договорились». Он дал Ларе наставление все время оставаться внутри, держать дверь на замке, а шторы закрытыми. При первых признаках опасности подать сигнал выстрелом и запереться вместе с Сэнди в ванной. Лежа в ванне, они обезопасят себя от пуль и дождутся Джада. Он успеет прибежать через пять секунд после первого выстрела. «Между прочим», – сказал Ларри, «я этим своим сигнальным выстрелом мог бы пробить и самого козла». «Если представится случай, валяй. Но специально этого не жди. Главное для вас – успеть запереться в ванной и залечь там». Джад оставил ему свою винтовку, а сам взял дневник Лили Торн, после чего вместе с Донной пересек затененную автостоянку и подошел к девятому коттеджу. Он вошел в номер первым и внимательно все осмотрел. Когда Донна зашла, он запер за ней дверь и убедился, что все занавески плотно задернуты. Затем он включил лампу, стоящую на ночном столике между двумя кроватями. «Где ты хочешь, чтобы я устроилась?» – спросила Донна. «Я лягу на пол между кроватями, чтобы меня не было видно. А ты можешь лечь на любую из них. Наверное, лучше на эту», – сказал он, похлопав по той, что стояла подальше от двери. «Ну что ж, неплохо. И чем мы займемся, пока будем ждать?» «Если хочешь, можешь посмотреть телевизор. А я пока хочу узнать, что же написано в этом дневнике Лили?» «А можно и мне тоже?» «Конечно. В таком случае, почему бы мне не почитать его вслух?» «Хорошо». Он улыбнулся. Ему понравилась эта идея. Даже очень понравилась. Донна сняла кроссовки. Носки у нее были белые. Ее стопы показали Джаду миниатюрными. Он посмотрел, как она забралась на кровать, села и облокотилась о спинку. Сам он уселся на полу между кроватями, приложил к стене столика подушку и облокотился на нее спиной. Свой кольт он положил на пол рядом. «Готов?» спросила Донна. «Готов». «Мой дневник», начала она читать. «Правдивое описание моей жизни и большинства личных переживаний». «Первое января», прочитала она. «Думаю, все здесь описано и относится к 1903 году, поскольку это самый первый день в новом году, я решила полностью посвятить его молитвам. Я возблагодарила Господа за его щедрость, за то, что он подарил мне двух прекрасных мальчиков и обеспечил необходимыми средствами для жизни и удовлетворения своих потребностей. Я попросила его об отпущении своих грехов, но более всего, я просила его о милосердии к моему любимому и дорогому Лайлу, который сердце имел прекрасное и благородное и сошел с праведного пути лишь ради любви к своей семье». «Он грабил банки», сказал Джад. «Но у него было благородное сердце. Давай это пропустим и перейдем к более интересным записям». Она принялась листать страницы, мельком просматривая их. «О, кажется, что-то нашла. 12 февраля. Сегодня у меня тяжело на душе. Господь продолжает напоминать нам о том, что мы изгои в этом городе. Несколько местных юнцов напали на Эрла и Сэма, когда те возвращались из школы. Эти трусы закидали моих мальчиков камнями, а затем набросились на них и избили кулаками и палками. Я не вижу иных причин их жестокости, кроме репутации отца мальчиков». Донна перелистала еще несколько страниц. Похоже, она за несколько дней обошла весь город, рассказывая родителям, что сделали их дети. Те держались с ней вежливо, но холодно. Не успела она обойти всех, как ее мальчиков отлупили снова. Одному из них серьезно разбили голову, и ей пришлось обратиться к доктору Россу. «Доктор Росс – дружелюбный, веселый мужчина, примерно сорока лет. Кажется, он не держит гнева ни на меня, ни на моих детей из-за нашего родства с Лайлом. Напротив, у него самые добрые глаза из всех, что я видел за последние месяцы. Он успокоил меня и сказал, что за состояние Эрла переживать не стоит, и вскоре мальчик поправится. Я пригласила его на чай, и в компании друг друга мы замечательно провели целый час». Джет услышал, как она перелистнула еще несколько страниц. Похоже, она стала видеться с этим доктором Россом чуть ли не каждый день. Вот она уже зовет его Гленом. 14 апреля. Взяв корзину для пикника, мы с Гленом отправились на вершину холма за домом. К моему величайшему удивлению и радости, он достал из своей медицинской сумки бутылку чудеснейшего французского бургундского. Мы прекрасно провели время, наслаждаясь курицей, вином и компанией друг друга. Чем ближе к концу подходил день, тем сильнее росла наша страсть. Я уже еле сдерживал этого человека, хотя он целовал меня поцелуями столь страстными и пылкими, что у меня перехватывало дыхание, больше никаких вольностей я ему не позволила. Донна прервала чтение, посмотрела на Джада, улыбнулась и перебралась на пол рядом с ним. «Я позволяю такую вольность, как поцелуй», сказала она. Он нежно поцеловал ее, она прижалась своими губами к его губам, да так, словно была голодна и пыталась попробовать их на вкус. Когда он опустил руку ей на грудь, она отвела ее в сторону. «Вернемся к Лили», сказала она. Джад смотрел, как она вновь принялась листать страницы. Они сидели плечом к плечу. Книга лежала на ее приподнятых коленях. Ниспадавшую на щеку прядь волос позолотил свет лампой. Ее близость и запах так возбуждали Джада, что он потерял всякий интерес к истории Лили Торн. «Дальше она пишет очень уклончиво, но я думаю, что с того момента их отношения зашли гораздо дальше поцелуев. Кажется, теперь она не пишет ни о чем, кроме Глена». «О-о-о». Джад положил руку на ногу Донны, чувствуя сквозь вельвет тепло ее бедра. «Ага. Второго мая. Вчера вечером, уложив детей в постельки, я вышла из дому и в назначенный час встретилась с Гленом в беседке. После долгих признаний в любви он попросил моей руки. Я приняла его предложение без колебаний, и он радостно привлек меня к своей груди. Всю оставшуюся часть ночи мы провели, обнимаясь и строя планы на будущее. Наконец, сильный холод одолел нас, и мы пошли в гостиную. Там, на диване, мы нежно ласкали друг друга, наслаждаясь этим благословенным моментом. Донна закрыла дневник, заложила нужную страницу указательным пальцем. «Знаешь», — сказала она, «я чувствую себя как-то грязно, читая это, как Том Подгляда, что ли, это настолько личное». Примечание. Том Подгляда — персонаж английской легенды. Леди Гадива умоляла своего мужа понизить непомерные налоги для крестьян. Тот согласился, при условиях, что Гадива, совершенно обнаженная, объедет всю деревню верхом на коне. Узнав об этом, все жители деревни приняли решение запереть ставни и двери, дабы не смущать леди, и лишний благодарный Том пытался подсмотреть, за что высшие силы покарали его слепотой. Имя Тома стало нарицательным. Примечание редактора. «Но это может рассказать нам о том, кто убил ее семью». «Возможно. Попробую поискать, только...» «Я не знаю». Опустив голову, она начала листать страницы. Они назначили дату свадьбы, 25 июля. «Восьмого мая. Вчера ночью мы снова встретились в беседке. Глен проявил смекалку и принес одеяло. Отринув ночной хлад, мы не смогли более унимать обрушившуюся на нас страсть. Страсть охватила нас приливную волною, и, будучи не в силах устоять перед нею, мы позволили этой волне унести нас далеко-далеко и утопить в таких наслаждениях, каковые прежде мне неведомы были. «Думаю», — сказала Донна, «это означает, что они все-таки трахнулись». «Господи, а я-то думал, у них плод перевернулся». Донна со смехом стукнула его по ноге. «Ты ужасен». Она повернулась к нему лицом, и он поцеловал ее. «Просто ужасен», — сказала она прямо в его рот. Он провел рукой по гладкой коже ее щеки, по скуле, горлу. Она отложила книгу в сторону, повернувшись к Джаду так, чтобы упираться грудью ему вбок, она вцепилась в рубашку, расстегивая ее. Скользнула под нее рукой, поглаживая живот и грудь. Джад притянул ее к себе и уложил на пол, подальше от предкроватного столика. Лежа на боку и прижавшись к ней всем телом, он вытащил из-за пояса подол ее блузки и скользнул руками под вельветовые брючки, ощущая упругость горячих ягодиц. Проведя рукой по ее спине, он расстегнул застежку бюстгальтера. «Погоди», — сказала она. «Что-то не так?» «На полу у нас уже было вчера», — сказала она, отталкиваясь от него. Она встала. Не сводя с Джада глаз и немного смущаясь его взгляда, она расстегнула блузку и бросила ее на кровать. Затем, слегка поведя плечами, сняла бюстгальтер и бросила его туда же. Сев на край кровати, она стянула носки, а затем встала и, дернув за край ремня, расстегнула брючки. Они тут же съехали до лодыжек. Она вышла из них, оставшись лишь в маленьких трусиках. Сквозь тонкий синий нейлон проглядывал темный треугольник волос. Она сняла трусики. «Вставай», — сказала она. Джад уловил в ее голосе нотки то ли страха, то ли волнения. Он снял ботинки и носки, положил кольт на столик рядом с лампой, затем встал и снял рубашку. Пока он ее расстегивал, Донна освободила его брюки от ремня и, стоя на коленях, спустила вниз. То же самое она проделала и с его трусами. Коснувшись языком его пениса, она втянула его в рот. Он застонал. Как только Донна поднялась, он обнял ее и крепко прижал к себе. Долгое время он так и держал ее между двумя кроватями, целуя, исследуя малейшие изгибы ее тела, нежно поглаживая и лаская их, в то время как она отвечала ему тем же самым. Затем они слегка отстранились друг от друга, Донна откинула одеяло, и они улеглись на кровать. Они не торопились. Частица разума Джада оставалась на чеку, вслушиваясь и готовясь в любой момент к решительным действиям, словно часовой на посту. Остальную часть заняла Донна. Он словно и сам сделался частью ее. Ее гладкой кожи, ее волос, ее горловых стонов, ее сокровенных местечек, сухих и влажных, ее запаха, ее вкуса. И, наконец, ее нежные влажные губы, которые буквально поглотили его всего, довели его до высшей точки. И он почувствовал, что вот-вот взорвется. Выгнув спину, он вошел в нее как можно глубже, глубже, чем прежде. Еще раз, крича, Донна дернулась и крепко обхватила его. Он обмяк на ней, чувствуя невероятное наслаждение от подобной взрыву разрядки. Потом они долго лежали вместе. Они тихонько разговаривали, они молчали. Донна заснула, держа его за руку. Джад встал. Одевшись, он занял прежнюю позицию между кроватями, положив кольт 45-го калибра возле ноги. Три. Я долго проспала? Спросила Донна. Где-то с полчасика. Она придвинулась к краю кровати и поцеловала Джада. Ну что, хочешь вернуться к истории Лили? Спросила она. Я ждал тебя, чтобы продолжить. Капитально вылбилась. Мда уж. Она улыбнулась. Это все ты виноват. Обнаженной рукой она потянулась к книге. Думаю, лучше тебе одеться. М-м-м. Ее голос прозвучал так, будто ей совсем не нравилась эта идея. А если к нам пожалует гость... Боже, обязательно было напоминать. Он нежно погладил ее по лицу. Ты пока одевайся, а я схожу проведаю, как там Сэнди с Ларри. Хорошо. Когда Джад открыл дверь, она прикрылась одеялом. Пока они занимались любовью, на улице успело стемнеть. Из окна двенадцатого домика исходил свет. Джад встал возле Мэверика Донны и посмотрел на стоянку. Из четырнадцатого коттеджа вышла женщина с двумя детьми. Они забрались в передвижной фургон. Джад дождался, пока тут уедет, после чего подошел к двенадцатому домику и постучал в дверь. Это Джад, сказал он. Секундочку. Через мгновение Ларри открыл дверь. Джад заглянул. Сэнди сидела перед телевизором, скрестив ноги и глядя на него через плечо. Все в порядке? Пока ты не напугал нас до чертиков несколько секунд назад, все было чудесно. Отлично. Тогда увидимся позже. Он вернулся в коттедж Донны, та уже сидела на полу между кроватями, одетая в брюки и блузку. Дневник покоился у нее на коленях. Джад присел рядом и вновь положил кольт на пол возле правой ноги. С ними все в порядке, сказал он. Хорошо. Ну что ж, вернемся к Лили. Если помнишь, мы остановились на том, как опрокинулся ее плод. Точно. И она утонула в волнах страсти. И это сподвигло нас окунуться в собственную волну. Так вот, что с нами случилось. Ну, думаю, да. Джад поцеловал ее, и она улыбнулась. Никаких глупостей, сказала она. Вернемся к Лили. Точно. Вернемся к Лили. Итак, после того, что произошло между ней и Гленом той ночью, они стали предаваться обуявшей их страсти регулярно. На самом деле, насколько можно верить дневнику, они занимались этим практически каждую ночь. Не думаю, что тебе будет интересно обо всем этом слушать. В моем теперешнем состоянии не особенно. Ладно, давай посмотрим, что же было дальше. Перелистнув несколько страниц, она остановилась на одной из них. 17 мая. Сегодня я отправила письмо Этель с просьбой приехать на нашу свадьбу. Надеюсь, что ради такого события она все же решится покинуть Портланд. Донна пробежала глазами по тексту и перевернула страницу. Все это она проделала молча. Джад видел, как ее глаза бегают по строчкам. Губы сжались в плотную линию. Ну, что там? Спросил он. Ее глаза встретились с его. Что-то произошло, пробормотала она. 18 мая. Неприятнейшее зрелище ожидало меня сегодня утром, когда я спустилась в подвал, чтобы взять одну из банок с яблочным компотом, кое поставила туда осенью прошлого года. В свете моей газовой лампы я увидела, что две банки лежат разбитые на полу, другие были открыты, некоторые пусты. Конечно же, первонаперво я подумала на мальчиков, но взглянув на этикетку одну из пустых банок, я увидела, что там была свекла, которую мальчики терпеть не могли. Страх холодом сковал мое сердце. Я поняла, что кто-то незаконно проник в мой дом, и я понятия не имею, что у него на уме. Еле удерживаясь от того, чтобы помчаться по лестнице вверх и поскорее покинуть подвал, я решила обследовать каждый его уголок. В углу у восточной стены я обнаружила скрытые от глаз за кучей плетеных корзин отверстие в земляном полу, достаточно большое для того, чтобы в него мог пролезть человек или какое-нибудь крупное животное. Схватив банку с яблочным компотом, я как можно скорее поспешила выбраться из подвала. Девятнадцатое мая. Я долго думала, рассказать ли Глену об этом визите незнакомца в мой подвал. В конце концов, я решила, что будет лучше, если он останется в неведении, поскольку понимала, что его желание защитить нас приведет к гибели таинственного посетителя. Едва ли я перенесла бы это. В конце концов, незнакомец не сделал никому из нас ничего дурного. Я решила разрешить проблему сама, закопав отверстие в полу. Для этого мне пришлось взять из сарая лопату. Я спустилась в подвал. Там я обнаружила на полу еще две открытые банки. На сей раз незнакомец остановил свой выбор на персиках. Глядя на пустые банки, я испытала чувство сострадания к несчастному. Я поняла, что незнакомец не желает нам зла. Единственной его потребностью было утолить свой голод. Возможно, то был несчастный и никому не нужный мальчишка-беспризорник. Мне прекрасно ведомо и одиночество и страх перед ним. Сердце мое стремилось к этой несчастной отчаявшейся душе, вынужденной тайком пробираться в мой подвал за консервами. Я поклялась встретиться с ним и помочь, чем смогу. Тридцатое мая. Джад, прошло одиннадцать дней. Продолжай. Тридцатое мая. Я колеблюсь и вся трепещу при мысли о том, что придется изложить все это на бумаге. Кому, однако, я еще могу так довериться? Преподобному Уолтерсу. Он лишь подтвердит то, что я уже знаю, что невыразимо скверные поступки совершаю я в глазах Господа, предавая свою душу адскому пламени. И, конечно же, я не могу рассказать обо всем этом доктору Россу. Я даже боюсь представить, какую страшную месть учинит он мне и Ксанаду. Девятнадцатого мая я решила встретиться с посетителем моего подвала и помочь ему всем, что будет в моих силах. Глен заявился ко мне, когда дети уже лежали в постели. Он, по своему обычаю, воспользовался моим телом. А куда же делись волны страсти? Спросила Донна. И тут же продолжила чтение. Когда он закончил, мы немного поболтали. Наконец, он ушел. Я прошла в кладовку и тихонько открыла дверь в подвал. Там я остановилась в темноте и замерла, прислушиваясь. В подвале царила тишина. Я как можно осторожнее спустилась по лестнице, ступая практически на ощупь, поскольку лампы с собой не захватило. Почувствовав под босыми ногами грязный земляной пол подвала, я присела на нижнюю ступеньку и принялась ждать. Наконец, терпение мое было вознаграждено. Из дыры донеслось тяжелое сдавленное дыхание. Следом послышались слабые звуки, такие, какие может издавать существо, волокущее свое тело по твердой земле. Через некоторое время я увидела его голову, поднявшуюся над корзинами. Окутавшая подвал тьма скрывала его черты. Я видела лишь бледные очертания его головы. Тьма скрывала практически все, и я с трудом различала его силуэт. Тем не менее, я обратила внимание, что этот человек до того бледен, словно никогда не бывал под солнечными лучами. Он выпрямился, и я преисполнилась ужаса, ибо то был не человек, но и не обезьяна. Когда он приблизился ко мне, я решил разглядеть его получше, презрев даже грозящую мне опасность. Для этого я черкнул спичкой. Та вспыхнула лишь на долю секунды, осветив его отвратительнейшее лицо, прежде чем он отвернулся и зарычал. Когда он отвернулся, мне удалось разглядеть его спину и ноги. Был ли он одним из экзотических созданий господних или кошмарным отродьем сатаны, я не знаю. Его ужасающий облик и ногота потрясли меня, как будто влекомая неведомой силой я положила руку на его безобразное плечо, я позволила спичке догореть. Нас окутала кромешная тьма, и я не ощущала ничего, кроме дыхания этого существа рядом с собой. Оно несло запах земли и аромат диких заповедных лесов. Он возложил руки на мои плечи, когти впились в меня, я стояла перед чудовищем не в силах пошевелиться от страха и удивления, в то время как оно раздирало мою ночную рубашку. Когда я оказалась совершенно ногой, он прижался ко мне мордой, словно собака. Он лизал мою грудь, он придвинул нос к моему телу, обнюхивая самые интимные места, затем он встал позади меня, его когти вонзились в мою спину, заставляя меня упасть на колени, я ощутила скользкое тепло его плоти, прижимающейся ко мне снизу, и уже ни капли не сомневалась в его намерениях. Мысль эта посеяла неописуемый экстаз. Он пристроился позади меня, причем не так, как это принято у людей, а так, как это делают низшие животные. Первое касание его органа наполнило моё сердце страхом, не за мою бренную плоть, но за мою бессмертную душу, и все же я позволила ему продолжать. Никакая сила в тот момент не могла остановить его, и я никак не пыталась противиться. Напротив, я приветствовала его действия, я ждала его так, будто не существовало на свете никого прекраснее. Господи, как он ворвался в меня, как рвали его когти моё тело, как впились в меня его зубы, как его орган входил в мою нежную плоть, каким дерзким он был в своей похоти и каким нежным в сердце. Я понимала, лежа рядом с ним на земляном полу подвала, что ни один мужчина в мире, даже Глен, не сможет разжечь во мне подобную страсть. Я заплакала. Существо, видимо, встревожившись такой моей реакцией, уползло в нору и пропало там. Четыре. Следующей ночью, спустившись по лестнице в подвал, я обнаружила, что он уже ждёт меня. Я немедля разделась, чтобы уберечь своё платье от его когтей. Я обняла его, ощущая влажный жар его кожи. После того, я встал на четвереньки, и он вновь овладел мною, с пылом, не меньшим, нежели предыдущей ночью. Когда это безумство завершилось, мы просто лежали, пока я немного не пришла в себя. Наконец, я показала ему свою лампу, и жестом попросила отвернуться, чтобы защитить глаза. Когда он отвёл взгляд, я зажгла лампу и накрыла её абажуром цвета индиго, который изготовила ещё днём. Благодаря абажуру, лампа давала мягкий, не бьющий в глаза синий цвет, и при этом свете я могла подробно разглядеть его. Он оказался созданием поистине причудливым. Некоторые особенности его строения несомненно играли значительную роль в его любовных умениях. Например, одним из таковых был его длинный словно копьё язык, но самый чудесный и необыкновенный из всех частей его тела являлся половой орган. Именно он был основной причиной такой страсти и пыла как с его, так и с моей стороны. Помимо выдающихся размеров и необычной формы, он также имел на своём окончании очень необычное отверстие, какого не бывает ни у одного из известных мне существ. Больше всего оно напоминало челюсти, меж которых высовывался тонкий двухдюймовый язычок. «Чушь собачья», сказал Джат. «Что за чертовщину она пытается нам описать?» «Пенис сортом», предположила Донна. «Ты считаешь это нормальным?» сказал Джат, издав немного нервный смешок. «До тех пор, пока он не покажет зубы», сказала Донна. «Господи Иисусе, сколько во всём, что она пишет правды, а сколько её фантазий!» «А ты как думаешь?» «Да я не знаю. Многое из того, что она описывает, вроде когтей, скользкой кожи, реакции на свет, соответствует тому, что я видел». «А что насчёт пениса?» «Его я не видел, в доме было очень темно, и я не смог разглядеть практически ничего». «Я продолжу». «Я уверен, что это отверстие с язычком позволяло ему не только доставлять мне утончённые наслаждения, но и повышать собственный пыл вкусом моих соков». «Боже мой!» качая головой пробормотал Джад. «После того, как я удовлетворила своё любопытство, подробно рассмотрев его тело, он с такой же внимательностью исследовал и меня. Вслед за этим мы предались новой волне страсти». «Когда всё закончилось, я предоставила ему большой выбор различной снедии. С огромным удовольствием он съел сыр, откусив кусок булочки, он отверг её. Говядину он отверг сразу, едва понюхав. Как я узнала позже, мясо он предпочитал лишь в сыром виде, и неважно, как вкусно оно было приготовлено. Он похлебал воды из чаши и уселся на корточке, явно удовлетворённый. Я легла на спину и открылась для него. Он, казалось, был в замешательстве, поскольку привык заниматься этим на манер низших существ. Я привлекла его к себе, и теперь могла видеть странную красоту его лица и ощущать грудью его скользкую плоть, в то время, когда он овладевал мною. Когда мы закончили, я проводила его взглядом до огороженного корзинами отверстия, и после того, как он скрылся в нём, осторожно подкралась к его краю. Откуда-то из глубины я слышала звуки его дыхания. Я тихонько окликнула его. Я не ведала, есть ли у него имя, и поэтому нарекла его «Ксонаду» в честь странной и экзотической страны, которую воспел мистер Колледж в своём неоконченном шедевре. Примечание переводчика Сэмуэл Тэлор Колледж английский поэт-романтик, критик и философ, выдающийся представитель так называемой «озёрной школы». Он ушёл, но я знала, что следующей ночью он вернётся. Я проводилась к «Ссонаду» каждую ночь, тихонько спускаясь в подвал после того, как засыпали дети. Мы предавались с ним страстям, с чистотой и интенсивностью, не знавшей границ. Каждое утро, незадолго до рассвета, к «Ссонаду» возвращался в свою нору. Я не знаю, зачем и куда он уходит. Мне кажется, дело в том, что он ночное существо, проводящее дни во сне. Кажется, такое же. Скоро стану и я. При свете дня я выгляжу невероятно усталый и подавленный, и это не могло укрыться от Эрла и Сэма. Я объяснила им, и в этом есть доля правды, что в последнее время у меня проблемы со сном. Более всего меня беспокоил Глен Росс. Он сразу же обратил внимание на мою усталость и, очень озаботившись этим фактом, начал настаивать на том, чтобы осмотреть меня в поисках физического недуга, на что получил довольно грубый отказ. Он сдался, но взамен выписал мне множество снотворных порошков. Его ночные приставания и требования любовных утех сильно раздражали и даже пугали меня. Его объятия заставляли меня содрогаться, его поцелуи были мне омерзительны. Я могла бы еще стерпеть эту пытку и позволить ему определенные вольности с тем, чтобы развеять все его подозрения, если бы не многочисленные свидетельства нашей сксонаду связи, оставленные им на моем теле. Синяки, отметины когтей, следы укусов. Ниже моей шеи найдется едва ли дюйм тела, не отмеченный следами его страсти. В присутствии доктора Росса и детей я всегда ходила в блузки с высоким воротником и длинными рукавами и юбки до пола. Но даже это не могло скрыть всего. Царапины на руках лица я свалил на бродячего кота, который будто бы взбесился, когда я взяла его на руки. Три ночи назад доктор Росс подозвал меня и потребовал объяснения моих ледяных отказов. Ожидая этого уже давно, я все же с трудом подбирала слова, чтобы не вызвать никаких подозрений. Наконец, изображая стыдливое благочестие, я сказала ему, что наше греховное поведение подвергает наши души страшной опасности, и я больше не могу терпеть подобное зло. К моему удивлению, он тотчас предложил заключить брак пораньше, я ответил, что не смогу жить с человеком, доведшим меня до такого грехопадения. С презрительным смехом он напомнил мне, что ранее я была вполне довольна сожительством с бандитом и убийцей. С презрительным смехом он напомнил мне, что ранее я была вполне довольна сожительством с бандитом и убийцей. Я использовал этот выпад в адрес моего покойного мужа в качестве предлога, чтобы потребовать у доктора Росса немедленно покинуть мой дом. Не думаю, что он вернется. Вчера я отправила Этель письмо. Я сообщила ей, что доктор Росс взял назад свое предложение руки и сердца и что я нахожусь в расстроенных чувствах. Я попросила, чтобы она присмотрела за Сэмом и Эрлом в течение двух недель, пока я съезжу развеяться в Сан-Франциско. Теперь я с нетерпением жду ее ответа. Когда мои мальчики будут далеко в Портленде, мне не придется больше делать все тайком, и весь дом будет в нашем сксонаду полном распоряжении. 28 июня продолжало чтение Донна. Неужели после прошлой записи прошел целый месяц? Завтра Этель с детьми должны вернуться из Портленда, причем Этель намерена остаться у нас на неопределенный срок. Самая мысль о их возвращении нестерпима, ведь практически целых три недели весь дом принадлежал только нам с Ксанаду. По приходу других людей Ксанаду придется вернуться обратно в подвал. Не знаю, вынесет ли мое сердце эту разлуку. первого июля прошлой ночью, когда Этель и дети уже спали, я посетила подвал. Вместо того, чтобы встретить меня с распростертыми объятиями, Ксанаду с сердитым видом выседал в углу возле своей норы. Я принесла ему сырой говядины, и он, взяв у меня пищу, зажал ее в зубах, забрался в отверстие и исчез. Я прождала его до самого рассвета, но он так и не вернулся. Второго июля Ксанаду не вернулся. Третьего июля сегодня ночью его снова не было. Четвертого июля если его цель довести меня своим отсутствием до отчаяния, то у него это очень хорошо получается. Даже не знаю, что я буду делать, если в ближайшее время он так и не появится. Двенадцатый июля прошло уже десять ночей и я боюсь, что он не намерен возвращаться. Теперь я понимаю, какую совершила глупость, позволив ему выйти из подвала. Он успел привыкнуть к домашнему комфорту и постоянной моей компании. Как он мог понять, почему я вновь отправила его обратно в подвал? Как еще он мог объяснить себе это, кроме как тем, что отвергнут? четырнадцатая июля. Вчера ночью, вместо того, чтобы снова ждать его в подвале, я бродила по находящимся за домом лесистым холмам. Хоть я и не обнаружила там никаких следов к санаду, этой ночью я вновь отправлюсь на его поиски. Тридцать первого июля. Мои ночные поиски на склоне ни к чему не привели. Я измучена. С потерей к санаду все радости жизни покинули меня. Даже мои дети не приносят мне счастья. Более того, я зла на них всем сердцем, ибо это они послужили причиной моей потери. Зная я, какое несчастье принесут они мне, вырвало бы их из своего чрева еще нерожденными. Первого августа всю прошлую ночь я провела в подвале, надеясь, что к санаду вернется. Я хотела даже помолиться, но не позволила себе оскорблять таким образом Господа. В конце концов, я задумалась о том, чтобы покончить с жизнью. Второго августа прошлой ночью я дождалась, пока Этели мальчики уснут, а затем взяла моток веревки и отправилась с ним в подвал. Лайл часто рассказывал мне о казни через повешение. Он очень боялся закончить свою жизнь именно так, вплоть до того дня, когда был застрелен. Конечно, я могла бы избрать для самоубийства какой-нибудь другой способ, но ничто не казалось мне надежнее петли на шее. Я долго возилась с веревкой, но так и не смогла сделать правильную петлю, такую, какими пользуются палачи. Наконец, я решила ограничиться обычным узлом. Я понимала, что так будет намного больнее, но боль эта не продлится долго. Приложив достаточную долю страданий, мне все же удалось перекинуть петлю через одну из балок подвала, свободный ее конец я привязала к ближайшему столбу, после чего взобралась на стул, который специально для этого принесла в подвал. Накинув на шею петлю, я приготовилась к концу, но в последний момент я поняла, что не смогу расстаться с жизнью, не предприняв еще одну попытку найти моего возлюбленного, моего ксанаду, поэтому я освободилась от петли, слезла со стула и подошла к отверстию в полу. Я опустилась на колени у самого ее края, и я позвала его. Не услышав в течение нескольких минут никакого ответа, я решила спуститься вниз и отыскать его там сама. Я совершенно не боялась погибнуть там, такая смерть лишь спасла бы меня от мук повешения. Избавившись от одежды, я забралась в отверстие головой вперед, точно так же, как я часто видела, залезает туда он сам. Земля, коей я касалась своим телом, была сыра и холодна. Под конец полная темнота поглотила меня. Нора казалась слишком узкой для того, чтобы передвигаться на четвереньках, поэтому я просто ползла вперед на животе, извиваясь подобно змее. Не знаю, сколько ужаснейших минут минуло, пока я прокладывала свой путь все глубже и глубже. Нора, казалось, сужалась, земля все плотнее стискивала меня, давя на грудь, не позволяло дышать. Но я, я продолжала ползти вперед, когда я уже не могла больше двигаться, я воззвала к санаду. Я выкликала его имя изо всех сил, выплескивая с криком всю свою боль и отчаяние. Я кричала, пока легкие не заполыхали огнем. Мне была ненавистна сама мысль умереть, не попрощавшись со своим милым. И вот я услышала звук скользящего ко мне тела. Услышала его шипящее дыхание. Он ткнулся мордой в мое лицо и со стоном принялся облизывать его. Схватившись своими массивными челюстями за мои волосы, он пополз назад, увлекая меня за собой. И даже страшная боль от такой хватки отступила на второй план из-за переполняющих меня в тот момент чувств. Когда он наконец выпустил мои волосы, я поняла, что стены туннеля уже не давят на меня. Воздух был свеж. Позднее я поняла, что он принес меня в свое подземное жилище, вырытое в земле помещение достаточных размеров, чтобы можно было стоять и лежать, и находящееся в нескольких футах под землей, достаточно далеко от моего дома. Свежий воздух поступал сюда из других тоннелей, уходящих вверх в сторону холмов, и хорошо замаскированных снаружи. Как бы то ни было, обо всем этом я узнала только утром. В то же время, как Ксанаду притащил меня туда, я была практически без сознания, и вся тряслась от холода. Когда мой возлюбленный заключил меня в объятия, холод ушел, я провалилась в блаженный сон. Он разбудил меня перед самым рассветом. Я чувствовала, что мои силы немного восстановились, Ксанаду вошел в меня и любил меня нежнее прежнего, хотя страсти в его действиях нисколько не убавилось. Когда все закончилось, он вывел меня наружу. Судя по тому, как мы расстались, я знаю, что сегодня ночью он вновь придет ко мне. Я шла по расистой траве совершенно одна и совершенно нагая в серой предрассветной мгле. Все утро я провела в одиночестве размышляя. Незадолго до полудня мои мысли прервал некий молодой человек, представившийся Гасом, который предлагал поработать за еду. Мне как раз необходимо было наколоть дров, так что я обеспечила его работой. Практически всю оставшуюся часть дня я слышала звонкий стук топора. Все это время я строила планы. Сейчас уже вечер, Гас поужинал вместе с нами и ушел. Дети спят. Этель еще не ложилась, но это и не важно. Ксанаду ждет. Я выпущу его из подвала, и мы вновь сделаемся единственными хозяевами этого дома. Это все? спросил Джат. Донна кивнула. Глава двадцать первая. Вот теперь пора. В тусклом свете, пробивающемся сквозь занавеску, Рой оделся, встал и посмотрел на девочек. Их кожа на фоне белых простыней казалась темной. Ему хотелось совершить поджог. Огонь позаботится и о девочках, и обо всех уликах, которые он мог тут наставлять. Пожар был бы идеальным решением проблемы. Но начаться он должен не сразу, а через какое-то время. Свечей у него не было. Также для этой цели могут подойти сигареты или сигары, но у него не было ни тех, ни других. Может быть, что-нибудь подходящее найдется у этой девицы? Присев возле сваленной в небольшую кучку одежды, он поднял футболку. Карманов не оказалось. Тогда он взял джинсовые шорты и ощупал карманы у них. Пусто. Блин. Он не мог просто взять и поджечь домик, тот должен загореться спустя какое-то время. Время, за которое надо проникнуть в двенадцатый коттедж, а затем в девятый. Время, чтобы успеть после всего этого уехать на автомобиле Донны. Куда-нибудь подальше. Минуточку. Черт, двенадцатый и девятый домики тоже придется поджечь? Не-е-е. Да ну его. Ну его все к черту. Вдруг он улыбнулся. Если не ставить в домике свечу для поджога, то и торопиться некуда. Он может провести время в свое удовольствие. От улик до отпечатков можно избавиться, просто хорошенько протерев все за собой. Он принялся обходить все комнаты, протирая футболкой старшей девочки все к чему прикасался. Но ему чему-то казалось, что это напрасно. Он не понимал почему, но в животе ныло, словно подсказывая, что-то пошло не так. О чем-то он позабыл. Он вытряхнул на пол содержимое рюкзака. Вместе с подстилками и спальными мешками выкатились четыре банки спагетти в соусе чили. Забыл поесть. Вот отчего так в брюх паршиво. Он протер банки футболкой. Нет, дело не только в голоде. Что-то еще было не так. Он протер алюминиевую раму рюкзака. Черт! Дом Карен и Боба. Он так и не узнал, сгорел дом или нет. В то утро по радио сообщили лишь об одном пожаре. Если дом Карен и Боба не сгорел, копы легко обнаружат там все оставленные ему улики. Ладно, может быть дом сгорел, а он прослушал. В любом случае, уж здесь-то следует принять все меры предосторожности. Никаких доказательств, никаких свидетелей. Он обвел комнату глазами, выискивая, не пропустил ли чего. Убедившись, что все чисто, пошел в ванную и помочился. Затем вышел. Наклонившись, он задрал штанину и вытащил нож. Достаточно разок полоснуть по горлу. Главное держаться сзади, подальше, отбрызг. Он выпрямился с ножом в руке, шагнул в сторону кровати Джонни и только тут обнаружил, что девочка исчезла. Это невозможно. Метнувшись к кровати, он ощупал просто не убедившись, что зрение его не подводит. Нет, кровати в самом деле была пуста. Каким-то образом ей удалось освободиться от веревок. Он заглянул вниз в промежуток между кроватями. Никаких следов. Под кроватью звякнула дверная ручка. Обернувшись, Рой увидел маленькую девочку, открывавшую дверь. Дверь распахнулась и тут же захлопнулась за ней. Бляхом муха, буркнул Рой. Он подбежал к двери, распахнул ее и вышел на улицу. Тихонько прикрыл, не считая света из окон нескольких коттеджей, парковка была погружена во тьму. Рой посмотрел налево, полагая, что Джонни скорее всего направится в сторону главного офиса. Никаких следов. Он посмотрел направо, тоже ничего, может быть, побежала назад. Ну, ладно, прошептал он. Ладно, ладно. Сперва он прикончит ту, другую. Он попытался проверить ручку, та не поддавалась, как будто закоченела. Замок защелкнулся, а ключи внутри. Рой спустил глубокий судорожный вздох, вытер рукой под солба и поспешно свернул за угол домика. Впереди была только лишь темнота, лес стрек от ночных сверчков. Как же ему хотелось, чтобы под рукой сейчас был фонарик. Он оставил его внутри. Стараясь двигаться как можно спокойнее, он шагнул в темноту в поисках Джонни. Маленькая сучка. Он так стиснул рукоять ножа, что заныла рука. Он разорвет его. Ух, как он искромсает эту мелкую дрянь, распорит от бока до бока. Где, где ты, пробормотал он, думаешь, сможешь от меня спрятаться, сучонка? Я твой запах чую. Я тебя по запаху сыщу.